Главные новости сегодня из Будапешта, где Владимир Путин дал развернутую оценку нынешнему обострению в Донбассе. И кроме того, обсудил с венгерским руководством сотрудничество в энергетике. Там тоже есть украинский фактор, речь, например, о транзите газа в Европу. В прямом эфире к нам присоединяется наш корреспондент Наталья Юрьева. Наталья, здравствуйте, мы ждем подробностей. Добрый вечер. Российско-венгерские переговоры на высшем уровне завершились около получаса назад. Они прошли за закрытыми дверями. Сначала в узком составе, затем в расширенном с участием членов делегаций с обеих сторон. В Будапешт Владимир Путин прибыл сегодня днем. Венгерский премьер встретил его на улице. Лидеры пока шли в зал переговоров, беседовали. Виктор Орбан шутил, но о чем именно они говорили, журналистам не было слышно. Здание в неоготическом стиле, в котором прошла встреча, одно из самых красивых в Будапеште и важнейшее для жизни страны. В нем располагается Государственный совет, который принимает законы вот уже больше века. Здесь же находится кабинет министров, главу которого избирает парламент. Местные журналисты отметили символичный выбор месяца для российско-венгерских переговоров на высшем уровне. Последние три года лидеры двух стран встречаются именно в феврале, что, по мнению венгерской прессы, говорит о стабильности двусторонних контактов. Главная тема сегодняшних переговоров — экономическое сотрудничество. За последние три года, в том числе из-за антироссийских санкций и нестабильности глобальной конъюнктуры, товарооборот сократился вдвое. Отрицательная динамика и в сфере инвестиций. Это вызывает озабоченность и в Будапеште, который открыто критикует политику санкций Евросоюза, и в Москве. По словам Орбана, в интересах Венгрии экономическое сотрудничество с Россией. Один из стратегически важных для официального Будапешта вопросов — поставки газа. 65% всего употребляемого газа Венгрия получает из России. Технологическая возможность для Венгрии получать российский газ через Северный поток-2 существует. Через Словакию, через Австрию можно делать. Возможно, также и движение российского сырья через Турцию по турецкому потоку. Возможно, и другие варианты. Кстати говоря, мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину. Если это будет экономически целесообразно, если это будет надёжно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объёма транзита через Украину. Одно точно можно сказать. Российский газ будет надёжно поступать для венгерского рынка. Это 100%. Я должен вам сказать, что Венгрия находится в не очень дружелюбном окружении, хоть мы являемся членами Европейского Союза. Мы построили свои мощности в направлении Хорватии, Румынии, откуда могли бы получать альтернативные поставки газа. Но ни Хорватия, ни Румыния не построили ничего, чтобы реверсные поставки стали возможны. То есть Венгрия заблокирована с юга. Именно поэтому очень важные для нас слова прозвучали из уст президента Российской Федерации, что любым путём, пусть даже зигзагами, но Венгрия получит необходимый ей газ и нефть. Хочу, чтобы было понятно. Мы абсолютно дополитизируем эти вопросы. Вопрос чисто экономической целесообразности прежде всего. Мы не собираемся обижаться на ту же Болгарию, на какие-то другие страны за то, что они не нашли в себе мужества в своё время противостоять решениям Еврокомиссии. Если готовы вернуться к этому, мы готовы тоже со своей стороны, но нам нужны гарантии. Наши компании не могут и не будут нести убытки за непросчитанные решения. Также лидеры обсудили один из самых амбициозных российско-венгерских проектов — строительство новых блоков на венгерской АЭС ПАКШ. Контракт на выполнение работ государственной корпорации «Росатом» был подписан в 2014 году, однако Еврокомиссия инициировала расследование в отношении этого проекта. Будапешт уверил Москву, проблемы со строительством будут урегулированы. Ожидается, что оно начнётся в 2018 году. Мы ждём, не дождёмся, когда, наконец, начнутся строительные работы. Атомная электростанция, о которой все говорят, но никто не видел. Даже первой лопатой первую яму не вырыли. Сейчас пересмотр этого соглашения на повестке дня не стоит. Всё, что и раньше подписал с президентом России, должно быть реализовано. 12 миллиардов это стоит, проект. 80% предполагалось за счёт российского кредита. Я, господин премьер-министр, проинформировал о возможных других вариантах. Мы готовы отфинансировать все 100%, но тогда условия самого соглашения должны быть немножко другими. Здесь тоже возможно всё к реализации. Обращаю ваше внимание на то, что это 10 тысяч дополнительных, хорошо оплачиваемых, высокотехнологичных рабочих мест. Это, конечно, повышение надёжности и работа на будущее развитие венгерской экономики в целом. На пресс-конференции журналисты спросили лидеров и об обострении ситуации на востоке Украины. Эта тема близка Венгрии не только потому, что страна, в которой идут боевые действия, её непосредственный сосед, но и в связи с тем, что в Закарпатии живёт венгерское меньшинство. Владимир Путин отметил, обострение спровоцировано официальным Киевом. В пятницу на прошлой неделе начались, по сути, боевые действия. В воскресенье украинские так называемые добровольческие отряды захватили один из опорных пунктов оппозиции и продвинулись на территорию, контролируемую ополчением на 200 метров. В воскресенье они были оттуда выбиты. Но почему это происходит сейчас? На мой взгляд, несколько причин. Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, и из Соединённых Штатов, и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии. Первое. Второе. Как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в Соединённых Штатах действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов. И больше того, олигархи некоторые с одобрения, наверняка, политического руководства финансировали этого кандидата или эту кандидатку, если так сказать более точно. Теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией, и тоже через конфликт это всегда лучше, это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем, ну и наладить таким образом какой-то диалог. Третья причина внутриполитическая. На фоне явных неудач в сфере экономической и социальной политики активизировалась оппозиция, её нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства населения. Это тоже достигается задача легче на фоне возобновления какого-то конфликта. Есть ещё одно соображение. Я думаю, что сегодняшняя украинская власть не готова вообще к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения. И этому тоже способствовало бы развитие конфликта. Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы в самой Украине не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию, а наоборот, сосредоточат всё своё внимание и усилие для того, чтобы исполнять минские соглашения. Венгрия заинтересована в том, чтобы минские соглашения безоговорочно выполнялись. Мы никакого другого решения не видим. И Венгрия своими скромными силами делает всё возможное для того, чтобы минские соглашения были выполнены. Я чётко хочу сформулировать, что мы заинтересованы в том, чтобы Украина была стабильно успешной страной. Но исходной точкой является мир. А мир возможен только на основе минских соглашений. Также лидеры обсудили ситуацию в Сирии. В этом вопросе, по словам Путина и Орбана, позиции наших двух стран совпадают. Для урегулирования конфликта в первую очередь необходимо объединить усилия для борьбы с международным терроризмом. Виталий. Наталья Юрьева в прямом эфире с подробностями визита Владимира Путина в Будапешт.